В 8.30 я прихожу на работу, заполняю журнал, а в полдесятому я начинаю работать уже здесь. Так начинается рабочий график Артёма. Необычный сотрудник с синдромом Дауна устроился работать в инклюзивное кафе с его открытием. Артём мечтает накопить деньги на телефон и откладывать немного с каждой зарплаты. Если раньше в другом заведении он был рядовым официантом и только помогал коллегам, то теперь Артём – полноценный повар. Перед трудоустройством он прошёл специальной курсе, сейчас знает рецепт каждого сэндвича наизусть. Кстати, из-за поэтапного приготовления эта простая и сытная еда является фирменным блюдом заведения. Клиенты приходят, заказывают, какие виды сэндвичи. Потом начинаю работать. Я захожу в барную стойку, достаю хлеб, отрезаю пополам, потом разрезаю, потом туда ложу курицу, курицу ложу, сыр ложу, запекаю в духовке. Идея открыть инклюзивное кафе, где могли бы трудоустроиться люди с инвалидностью, принадлежит семейной паре Дине и Нурматой Шалиевым. Они возглавляют фонд, который объединяет родителей детей с синдромом Дауна. И Шалиевы не понаслышке знают, с какими трудностями сталкиваются люди с особенностями, так как сами воспитывают двух солнечных деток. Мы поняли, что большая часть людей с инвалидностью взрослого возраста, молодого, взрослого возраста, остаётся как бы за бортом. В лучшем случае они просто сидят дома. А когда мы спрашивали об их мечте, почти все говорили, мы хотим работать. И у нас пришла такая идея, о том, чтобы создать место, где люди с особенностями развития, с инвалидностью могли бы быть трудоустроены. Сейчас в заведении трудятся 12 сотрудников, половина из них – люди с инвалидностью. Владельцы кафе признаются, что они отлично справляются со своей работой и ничем не отличаются от обычного персонала. Мы мечтаем, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья считались полноценными гражданами и без проблем находили работу. Было бы здорово, если бы они получали достойную зарплату наравне со всеми. Представьте, как будет замечательно, если они начнут помогать своим семьям и приносить домой на заработанные деньги продукты. Клиенты кафе в восторге от идей философии заведения. А вот мнение одной из посетительниц. Я пришла впервые. Вчера я приходила сюда с супругом, но оказывается, воскресенье закрыты, не работают. И сегодня я пришла одна. Увидела я рекламу с чего-то сториз в инстаграме, что у нас в Бишкеке открылся такой вот сэндвичный клуб. И здесь работают люди с ограниченными возможностями. И это меня очень сильно запечатлила эта новость. Я должна сюда попасть обязательно и попробовать их сэндвич. Семья Ишалиевых надеется, что однажды и в других заведениях люди с особенностями смогут официально трудоустроиться. У ребят, таких как Артем, будет больше возможностей для самореализации. И они почувствуют себя нужными и полезными обществу.